теперь надо доделать мониторчик насколько вы помните там посерединке появлялись всякие надписи и эти надписи было бы неплохо поместить в какой-нибудь монитор собственно как я его сделал кстати заметьте что он находится под слоем с освещением чтобы она на него частично попадала потому что если он будет выше так если он будет выше то он их будет полностью игнорировать а это нехорошо размером большим его делать не надо я думаю такой тоже неплохо смотрится но я не очень хочу чтобы он занимал практически все место я думаю такого хватит вполне хотя чуть-чуть побольше я его сделаю а теперь нужно решить будет ли он стоять либо он будет какой-нибудь там подвесной делать его какими-то вот такими вот боковыми креплениями я не хочу потому что композиция сама по себе будет не очень тогда а как вариант сделать его либо навесным в каких нибудь там проводах и соответственно самой держалки которая будет эту махину держать либо а сделать его стоящим телевизор или какая нить реклама на улице можно конечно все это вообще совместить но тогда здесь нужно как-то по композиции более поприкольнее все это сделать тоже там всяких проводочков добавить каких-нибудь там генераторов ящичков само собой все это тоже должно откуда-то выходить а не просто вот так вот сверху ну и к тому же они у нас будут находиться за вот этой вот стеной который кстати тоже можно наверно изменить хотя не пока не будем ничего тут менять заметьте я слои здесь не сливаю чтобы в случае чего можно было отдельный элемент без проблем отредактировать вот так упс потому что если он просто будет висеть в воздухе будет как-то но не интересно да и неприятно такие вот парные проводочки можно где-то добавить породчиво на изоленту которая будет скреплять эти провода саму вот эту держалку это скорее всего какой-нибудь там кронштейн и соответственно ее также можно в принципе обвить проводами вот так внутри сделать какие-нибудь такие вот отверстия просто для вида и соответственно чтобы она из стены не просто сама по себе вот так вот выходила а имела какое-то основание приемники для проводов какие-нибудь там проводочки в принципе тоже не обязательно провода там могут заходить и дальше объединить провода вот наверху тоже как вариант чтобы например четыре провода объединялись в один вот сейчас это пока что скетч то есть мы детально тут ничего не прорисовываем но идею саму концепцию уже здесь по максимуму прорабатываем там всякие болтики добавить конечно же свисающие провода обычно они очень прикольно смотрятся можно будет также добавить спрайт как из свисающих там например оборванных проводов там падают искорки тоже очень довольно тоже очень смотрится прикольно и сам фон будет выглядеть уже более живым а не просто каким то статичным вот так вот внизу позади можно каких нибудь ящиков добавить чтобы слишком уж пусто не было из этого и сделаем что-то вроде открытого генератора или не знаю даже батареи в общем это будет вырабатывать электричество можно какие-нибудь антенны сюда добавить в принципе здесь дизайн будет такой что главное чтобы это хорошо смотрелось а как это работает ну в данный момент это не важно вообще многие советуют делать такой дизайн в которых игрок зритель должен понимать что для чего нужно но даже если вот в теме там сайфая какого-нибудь там фантастики а это сделать непросто но в принципе не всегда нужно иногда и прикольно когда игрок сам придумывает и ему это так даже больше нравится вот такой вот скетчик держателя у нас получился можно также добавить провода из других сторон какие нибудь более свисающие что ли здесь сделаем такой вот переключатель точнее приемник и здесь будет торчать у нас провод почему бы и нет вот отлично все таки он уже сделал чуть потоньше чтобы на себя столько внимания не привлекал вот так хотя мне кажется что вот эти вот крайние провода уже как-то слишком нагружают картинку поэтому мне кажется можно оставить и вот так если что потом еще подрисуем экран мы пока сливать не будем просто объединив в папку вот так здесь же на экране я размещу значит так вот прям на этом экране в самой игре уже кодом разместим здесь значки жизни сколько у нас там жизни осталось там какой у нас сейчас уровень например так как жизни скорее всего придется делать много то как вариант так вот то как вариант скорее всего лучше сделать их числом так типа хитпоинты всякие то есть мы сделаем вот такой вот хат сердечко и рядышком его число вот только сердечко пожалуй сделаем все таки лучше красным отлично все сочетается все смотрится не забываем под часть сохраняться но хотя кстати это версия фотошопа 5.6 на удивление стабильная у меня еще ни разу не вылетело чему я собственно очень рад но чего не скажешь про флеш который вылетает буквально каждый второй раз при больших при больших нагрузках так назовем слой хат вот чтобы его потом случайно не удалить здесь здесь можно будет разместить уже уровень так не знаю не знаю правда какой значок сюда придумать давайте давайте сделаем наверное черепок вот 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 отлично пока пусть четвертый вот отлично с хадами разобрались все конечно довольно примерно сейчас условно но уже концепция фона и самой игры и самого стиля и дизайна уже становится довольно понятной и как только мы закончим с фоном в принципе я думаю я на фон больше ничего не буду добавлять помимо этого экрана чтобы сильно его не нагружать более того у меня есть идея сделать его подальше даже наверное сделать скорее вот так нет так не получится сейчас покажу значит по другому сделать сделать его более светлым то есть как будто разместить его вдалеке вот что то вроде такого но опять же посмотрим как это будет выглядеть в принципе сейчас он довольно неплохо смотрится и давайте начнем прорисовывать сам монитор новый слой и теперь так как у нас здесь желтый цвет мы делаем блик именно желтого цвета вот так очень бледно легко но просто показываем что он здесь есть и то же самое здесь можно вот так на угол угол легонько обозначить что это угол так на него по сути больше света попадет и то же самое сделаем снизу здесь уже поярче потому что свет близко и сам по себе свет он ярче а вот с этой стороны наоборот света попадает меньше поэтому потоньше и поменьше вот так вот не забываем что я работаю в выделении можно было бы просто здесь поставить но мне почему то удобнее сделать выделение в 3 в 3 вот в 3 в 3 в 4 Стираем лишнее, желательно мягкой кистью, чтобы получились более плавные переходы. Отлично. Опять же, капслуг шутит шутки. Да ладно. Здесь, кстати, мы тоже можем добавить синий свет, потому что он все-таки отражается здесь. А вот здесь по бокам, наоборот, желтый. Потому что от этого, так, лучше так покажу, от вот этого света нас будет и здесь вот блик попирать, а от вот этого вот здесь. Так как свет далеко и сам по себе он не яркий, то и, соответственно, эти линии будут тоже довольно бледными. Главное, чтобы они не были ярче, чем вот эти вот. Отлично. Хотя здесь все-таки получилось довольно ярко. Ну, с этой стороны сделаю просто тоже голубоватый, но ближе все-таки к ненасыщенному белому цвету. Только от того, что здесь на мониторе будет изображение, и оно, соответственно, будет давать какой-то свет, пусть даже не яркий, но все равно будет отражаться. Пойдет. Пойдет. Окей, с монитором вроде разобрались. Хотя можно сделать кое-что еще на самом этом экране мягкой кистью, именно кистью, а не карандашом, сделать что-то вроде вот такого. Так, это у нас она не совсем мягкая. Так, сейчас настроим. Вот, ну и сделать это гораздо более бледным. Вот так. Чтобы монитор просто совсем уж не был черным. Почти невидимо. Но все равно уже глаз улавливаю, что здесь не сплошной цвет. Хотя, может, вы можете этого и не понимать, что он здесь не сплошной. Но он здесь уже не сплошной. Вот мы прорисовали наш мониторчик. И теперь можно уже прорисовывать вот эти скетч. Для этого скетч я сделаю почти прозрачным. Создам поверх него новый слой. Возьму уже карандаш. И буду рисовать уже карандашом. Пожалуй, потолще. И здесь опять же я сейчас пока это просто все набрасываю. Здесь вот лучше воспользоваться примитивами. Вот так. Но не совсем. Добавим сразу здесь болтики. Так. Нужно поменять кисть. Сделаем ее жесткой. Вот так. И добавим новую. Либо также воспользоваться примитивом. Получится у нас в таком размере просто такой же квадратик маленький. Так. Вроде ровно. А нет. Не совсем. Вот. Теперь все в порядке. И уже эти болтики, точнее с болтиками, мы вот так вот копируем. Так. Слишком много лишнего взял. И чтобы расстояние практически не отличалось, копируем уже сразу несколько. Вот. Вот. Отлично. Теперь надо сделать ее более симметричной. не знаю, насколько она сейчас несимметрична. В принципе, все вполне нормально, кроме вот этой вот части. Вот так. Вот так. База у нас теперь готова. Сейчас я просто делаю лайн. Потом будем его раскрашивать. в принципе так же, как мы делали... А чем мы до этого делали так? А, точно так же, как мы делали светильники. Под той же схеме. Абсолютно той же. А, будем делать и вот эти вот симптомы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Здесь такую красную изоленту, что ли. В общем, раздвоение. Провода будет выглядеть примерно так. Позже мы добавим сюда свет от вот этих источников освещения. На красном и на чёрном они будут выглядеть немного по-другому. По-разному, если быть точнее. И, по-моему, я случайно стёр какие-то детали, что стало здесь очень темно на мониторе. Ладно, это попозже исправлю. Просто я уже даже не вижу тут слоя, который делал его светлым. Очень забавно. Наверное, я его случайно удалил. Ничего, нарисуем ещё разок. Ничего страшного. Просто сами переходы остались на пулу, стали они какими-то очень ужблеклыми. Ладненько. Мы уже целых полчаса рисуем всё это. В принципе, ещё появилась идея сделать здесь тоже монитор. И на этих мониторах будет показываться уровень и время. В принципе, смотрится вроде как неплохо. Да и не особо-то лишними смотрится. Поэтому я их сохраню на скетче. Вот так. Посмотрим, как у нас сейчас без скетча всё это выглядит. Довольно ровненько. Единственное, что мне не нравится, это вот эта вот фигня. Нужно здесь как-то место по-другому занять. Можем вообще попробовать растянуть её вот так. Мне кажется, так будет даже лучше. Ну да, значит, сейчас так и сделаем. Это перенесём сюда. А это растянем вот так. Я ещё, кажется, её случайно вверх поднял. Ну ладно. В принципе, в таком виде уже похоже на какой-то платформер. Довольно прикольно. Мне нравится. Но на самом деле это не совсем платформер. И игроку будет не очень сладко. Значит, чередуем такие вот красные провода. А красные с чёрными, если быть более точным. Здесь уже не совсем будет перемычка. Просто какая-то обмотка, чтобы они держались вместе. И сразу давайте добавим сюда блики. Не очень удачно. Не все материалы так хорошо отражают свет. Поэтому даже несмотря на то, что на них светит, они будут очень тускло отображаться. Здесь мы сделаем более красный. И вообще возьмём карандаш. Вот так. Даже ещё чуть более красный. Но также не забудем добавить сюда жёлтый. Так всё-таки на него светит жёлтый цвет. Вот так. То же самое и с этим проводом. Нужно их добавлять по всей длине. Где-то в определённом месте добавим. Потому что в других местах там может быть тень. Например, от вот этого вот. Что касается чёрного. А чёрного вообще сам по себе свет не очень хорошо принимает. Поэтому мы его... Так. Более таким серым цветом, бесцветным, мы его и обозначим. Что он как бы... А свет принимает. Но сами вот эти вот жёлтые частицы обозначим лишь в некоторых самых выпирающих местах. вот уже смотрится более понятно. И это уже хорошо. Здесь я добавил его с двух сторон. Потому что с вот этого источника света и с вот этого частично всё-таки попадает. Потому что они находятся не так-то и далеко друг от друга. Нужно попробовать уменьшить яркость либо заливку. Чтобы уж так сильно не выделялось. Но я просто пока всё солью. Нет, не буду. Оставлю так. Отдельную папочку назовём её. Стойка. Так уже на 40 минут всё вышло. Поэтому закругляемся. Пойду поем наконец-то. И продолжу рисовать. Так что тоже запасайтесь чайком. И смотрите четвёртую, кажется, часть.